Так, значит, и еще один важный момент, который развивается через физическую активность и спорт, это позиция автора, да, то есть, когда есть позиция автора, есть позиция жертва, я думаю, что вы об этом знаете. В общем-то, все мы, люди, делимся на авторов и жертв. Жертвы, они предпочитают обвинять всех других в том, что что-то у них идет не так, то есть, они не осознают, что то, что если им что-то не нравится, что проблема в том, что они неправильно действуют. Они винят других, мужа, жену, государства, соседей, там, еще кого-то в том, что у них там несчастная жизнь, что-то у них не получается и так далее, но они не действуют. Авторы понимают, что если что-то в моей жизни идет не так, значит, что-то я делаю не так, и мне нужно проанализировать, поменять свою модель поведения для того, чтобы получить желаемое. Фактически, когда мы с вами идем к цели, то есть, это постоянное такое виляние между тем, что ты что-то делаешь, видишь результат, анализируешь обратную связь, берешь, понимаешь, что не туда пошел, идешь сюда, 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 и вот так вот мы с вами идем к своей цели. Так вот, автор понимает, что, по сути, от меня зависит моя реальность, и вот это закладывается в детстве. Знаете как? Если вы вашего ребенка кормите, одеваете, делаете за него, то он начинает чувствовать себя зависимым от вас, и ребенок чувствует, что я без мамы не могу решить вопрос, я без мамы не могу одеться. И вот начинается, мама, ты, мама, мама, давай, то есть, если вы слышите вот это мама, не я, а мама, то опять же, какой-то момент пошел не так, это надо менять, потому что до шести лет это меняется, после шести лет привычки все, заложились, и дальше ребенок идет с этим во взрослую жизнь. Так вот, вот эта вот ситуация, когда вы делаете что-то для ребенка, она приучает его к тому, чтобы он постоянно на кого-то рассчитывал, да, то есть сначала это мама, потом это воспитатель, который должен одевать, потом это, например, там, учитель, да, потом это репетитор, потому что я не справляюсь. Так вот, если мама не отработала подводную часть айсберга и пытается сдать ребенка, чтобы ему лепили эти знания наверхушку айсберга, то ребенку сложно учиться, и он прибегает к помощи репетиторов. Опять же, что это такое? Это подтверждение того, что я сам ничего не могу, и вы воспитываете в вашем ребенке позицию жертвы, и этот ребенок потом будет всех винить в том, что что-то идет не так в его жизни. Ты меня не одела вовремя? Вот, пожалуйста. Ты со мной не сделала уроки? Вот тебе, пожалуйста, двойка. Там ты-ты-ты-ты-ты, то есть ребенок приучается к тому, что мама, папа, ему все должны вокруг, только на себя он никакой ответственности не берет. И вы знаете, когда говоришь, что не кормите детей из ложечки, не бегайте за ними, не берите на себя больше ответственности, чем нужно, родители это воспринимают так, айс, иди, там, что рассказываешь, когда-то вырастет, когда-то будет сам. Но на самом деле это все намного серьезнее и намного страшнее, да, то, что мы не даем ребенку развивать свою самостоятельность, это влияет на то, как он вообще относится глобально к жизни. Я смогу или нет? Я не смогу, только мама сможет, только кто-то сможет, да, там, Петя, Вася, Саша сможет, а я не смогу, я не верю в себя. Это об уверенности этого человека, в том, что я, в принципе, справлюсь с жизненными сложностями. То есть не воспитывайте в своих детях позицию жертвы, не вы ему должны все, а это его мотивация взять ложку и поесть, да, это ему нужно взять и там что-то сделать, да, которое касается его. То, что касается вас, вы делаете, да, если там мне говорят что-то там, ну, там, хочу, не хочу, делаю, не делаю, говорю, у меня вопрос. Каждый из вас принимает решение, что он делает со своей жизнью. Я свою жизнь строю такой, какую я хочу. Я, например, в своей жизни там выучила это, 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 я училась. Если ты хочешь, ты можешь учиться, не хочешь, можешь не учиться. Но, опять же, последствия ты знаешь сам. То есть вот эти вот моменты, они очень важны, и фактически вы закладываете у ребенка позицию автора, которая говорит о том, что да, что-то не так, но я знаю, что я тысячи раз уже пробовала, и у меня все получилось. Я не умел ползать, я научился, не умел ходить, я научился, я не умел кушать, я научился, не умел одеваться, я научился. То есть это то, что мы проходим с вами в блоке, да, это психология, поведенческие вопросы, эмоциональный интеллект. Это все то, что мы с вами проходим на практике, и через упражнение «Я» идет проработка важных навыков. То есть вот это настолько важно, это о формировании личности вашего ребенка. Потому что когда мы пытаемся выучить ребенком стих или буквы, или цифры, ну, как бы мы не задумываемся, зачем мы вообще это делаем, и что главное в этой истории у ребенка, и у вас есть лимитированное количество времени. И вопрос к вам, вы уверены, что вы в нужное русло тратите время вашего ребенка в первую очередь, да, то есть то, что там мы потом страдаем, если у нас дети не самостоятельны, плохо развиты, задержки в развитии, это понятно. Но ребенок, самое главное, это ребенок, чтобы у него не было вот этих моментов, потому что он же это несет во взрослую жизнь. Вот, поэтому, ну, такие моменты. По поводу спорта, он учит относиться к ошибкам правильно, то есть ошибки могут быть. И ваша задача не критиковать вашего ребенка, если он где-то что-то сделал не так или ошибся. Это очень-очень-очень важно. Идем дальше. Значит, дружелюбность, мы проговорили, да, что дружелюбность, стрессоустойчивость, это все вводится через спорт, через физическую активность и через любовь к этому процессу. И, вы знаете, очень сложно иногда ответить ребенку на вопрос, зачем я должен заниматься спортом, да, и вообще зачем я должен напрягаться. Если нету этой привычки на базовом уровне, туда у ребенка могут появляться вопросы, а зачем? Да, я лучше полежу на диване, зачем мне бежать, зачем мне двигаться, ну, в более старшем возрасте, потому что маленькие дети, у них прописана эта программа на уровне природных таких вот моментов. Да, то есть они все хотят двигаться. Но привычки важны. Привычки закладываются до пяти лет на уровне структур мозга в голове вашего ребенка. В пять лет две трети всех нейронных связей в голове вашего любимого ребенка, они будут удалены. И останется одна треть тех важных нейронных связей, с которыми ребенок уйдет во взрослую жизнь. Поэтому легче заложить это на уровне привычек, чем объяснять потом ребенку, почему ты должен встать, пойти побегать или сделать какой-то спорт. Я говорила о том, что спорт – это привычка всех успешных людей. Почему? Потому что спорт повышает когнитивные способности, вы круче думаете, если вы занимаетесь спортом. Он перезагрузку делает организму, он дает возможность скидывать негативные эмоции, агрессию, которая накапливается на протяжении дня. Она, поверьте, накапливается совершенно у всех. Даже если вы такой вообще не агрессивный человек, все равно у вас накапливается это все дело. То есть спорт, он дает возможность вам быстро восстановить свои ресурсы. Я рассказывала по поводу своего опыта, я в принципе всю жизнь в спорте, но у меня бывали такие перерывы, например, на полгода, и не во время беременности, а во время беременности все время была в спорте, в йоге для беременных и так далее. Вот такие перерывы, которые у меня были по полгода, вы знаете, как это я вижу? Все нормально, все живы-здоровы, то есть нет вроде как какой-то сложности, но все какое-то черно-белое, серое, понимаете? То есть оно не цветное, а серое. То есть я не знаю, я вот как-то так это воспринимаю, я не могу это объяснить по-другому, но вроде все ок, но что-то тебя напрягает. И вот что-то тебя раздражает, и ты анализируешь, ты даже там выписал все моменты, которые тебя могли напрягать, и все равно ты понимаешь, что все ок, но что-то тебе не хватает. То есть опять же потребность организма в том, чтобы восстанавливаться. Поэтому привычка заниматься спортом, она впитывается с молоком матери с момента рождения ребенка на уровне привычек и всего остального. То есть такие дети, они растут независимыми, они любят новое, они не боятся нового. Я вам скажу так, что спорт и те же походы, в которые я ходила с 9 лет, со своими родителями в горы, они настолько круто закрыли мой характер, что на сегодняшний день я считаю себя сильной личностью, которая легко преодолевает сложности, хотя да, они в моей жизни тоже есть, ну как бы опять же, у всех они есть. И даже там один момент с своим здоровьем, я прошла абсолютно нормально, да, психологически я не сломалась, хотя могла, да, и должна была, по идее, сломаться. Это все закладывается с детства, и мы не знаем, какие сложности у каждого человека будут по жизни. Мы, естественно, хотим, чтобы все было хорошо, но как бы сложности это естественный процесс в жизни каждого человека. Поэтому такие дети, которые тренированные, они будут более стрессоустойчивы, они будут в коллективе иметь более высокий социальный статус, они будут учиться дружить с другими детьми более просто. Я считаю, дружба это очень-очень важный такой момент в жизни каждого человека, но дружить надо учить наших детей. Они сами по себе дружить не умеют, да, ну, то есть, ну, как, они могут с кем-то общаться, мы это называем дружбой, но на самом деле есть основы, которые дают возможность вам в своем окружении собирать действительно очень классных, крутых, добрых, обалденных людей основы дружбы. Вот пару моментов я сегодня вам прописала, но на самом деле это тоже влияет очень серьезно и на социальный статус ребенка, да, насколько он может дружить, общаться с другими детьми и так далее. Еще, знаете, что скажу, по поводу мнения, я не боюсь воспитывать в своих детях личность, и очень часто мне задают вопрос, не боишься, что они будут настолько умные, что они не впишутся в коллектив? А я задаю встречный вопрос, а вы не боитесь, что вы, боясь, что ваш ребенок будет отличаться, что он будет очень талантливый и у него будут огромные возможности, вы не боитесь просто обрезать ему крылья, боясь, что он будет нестандартный? Не боитесь обрезать и убить его таланты? Не боитесь, что вы подровняете его под шаблон одинаковых всех, да, и он ничем не будет выделяться? На самом деле, почему я этот вопрос задаю? Да потому что все ваши дети, они при рождении уже мега талантливые, вот с огромным количеством, у них нет вообще никаких лимитов, вот если у вас на руках грудничок, у него нет никаких лимитов, кем бы он мог стать. Вот когда он малыш, новорожденный совсем, у него нет лимитов, и это просто удивительно, когда вы начинаете раскрывать все эти таланты ваших детей, и вот я всегда за то, чтобы не резать крылья, не ломать личность, не пытаться ее загнать в шаблоны, и да, я поддерживаю тот факт, что у моих детей может быть отдельное мнение, да, они иногда могут выделяться из толпы. Почему? Потому что все бегут бить девочек, а я не хочу бить девочек, я не считаю нужным это делать, и да, в данной истории у меня есть свое мнение, и возможно в этой ситуации я там белая ворона, но в моей системе ценностей я не хочу бить девочек, поэтому это мое персональное решение, я его принимаю, и я не бегу за всей толпой, да, то есть я не бегу, все бегут, и я бегу, все делают, и я делаю. Да, у детей будут моменты, когда они будут пытаться там повторять друг за другом, но глобально у вашего ребенка должна к школе быть простроенная система самооценки, простроенная система принятия решений и понимания, чего я хочу на самом деле. Это осознанные дети, это совершенно другой уровень детей, поверьте мне, это все ваши дети, что является самой крутой новостью, потому что, ну, многие просто не верят в своих детей, такая ситуация тоже, к сожалению, есть, но это важно развивать ребенка. То есть умение быть отличающимся и следовать своей внутренней системе того, что ты считаешь нормальным. Это все закладывается до школы, вот эти вот все важные моменты, вот, и, естественно, это такие важные аспекты, которые надо. Очень хочется, чтобы все дети развивались максимально эффективно, поэтому начинайте с того, что вы в них верите, вы их любите, вы даете им вектор правильного движения, ну, и, конечно же, добавляете простые и правильные знания, то есть вот эти вот моменты в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok